Сегодня у нас в гостях Александр Воскребенцев, народный артист России, лауреат премии «Золотая маска» и актер Новосибирского музыкального театра. Александр Тимофеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Хотелось бы вас в первую очередь поздравить с получением премии «Легенда». Это звучит очень высоко и я думаю, что по праву оценивают ваши профессиональные способности, навыки. Скажите, пожалуйста, в связи с этим у меня вопрос. Премия «Легенда» можно ли ее поставить в один ряд с «Золотой маской» и котируется ли она вообще в театральной среде? О том, как она котируется в театральной среде, судить рано, потому что этому фестивалю, который и присуждает актерам эту премию, всего два года. Но могу сказать так. В прошлом году получил эту премию наш великий танцовщик, и потом он даже возглавлял некоторое время Большой театр, Владимир Васильев. Говорить о величинах. В этом году эту премию получил великий дирижер Федосеев. И вот в эту компанию попал и я. Я вовсе не считаю, что я такого уровня актер, но считаю это каким-то подарком судьбы. И очень-очень надеюсь воспринимать эту награду, высочайшую, конечно, награду воспринимать как очередную роль. Роль актера делает счастливым. Потому что надо к ней подобрать ключи и достойно сыграть ее, не уронив себя. В данном случае роль сложнейшая, но очень и очень позитивная в моей жизни такая роль. Могли бы вы раскрыть секрет, как оценивают номинантов премии? По каким критериям? Я лишь получил как снег на голову все это. И не представляю, как это было. Там находятся люди, которым не доверять нельзя. Это высокий уровень профессионалов, театроведов. И они по счастливому случаю в моей жизни оценили вот так работу. То есть профессионалы высоко оценили ваше творчество и вашу работу. А как вы сами оцениваете себя в искусстве? Ой, какой хороший вопрос. Не стеснение. Никогда никто не задавал. Вот спасибо, Кристина. Я хотел это сказать и без вопроса об этом. Я считаю, что ничего значительного, чтобы меня удовлетворяло полностью до дна, я не сделал. Я всю жизнь не успеваю сделать роль так, чтобы я сказал, все сделано так, как я хотел, все на высшем уровне. И вот эти сомнения и самобичевание, они преследуют меня постоянно. И сейчас. Малейшая ошибка на сцене, а я их делаю, я способен делать ошибки, она приводит меня в состояние, ну я не скажу депрессии, но в состояние угнетенное. Но профессия заставляет меня сиять. В основном в репертуаре театра мюзиклы. Это востребовано. Время у нас такое, когда мюзикл становится основным направлением. Теперь требуется актер, который великолепно владеет нюансами, особенно музыкальными, потому что рядом с ним есть усиливающий все его достоинства и недостатки предмет, микрофон. Поэтому вот направление, которое выбрано, оно требует от человека высочайшей культуры. Это то, на чем, то, что отстаивает наш руководитель художественный. Насколько мне известно, ранее вы занимались в Народном театре балета, потом получили диплом инженера. Правильно? Я хотела бы узнать, как и когда произошел тот переломный момент, помните ли вы, когда вы решили пойти именно в театр еще и музыкальной, еще и комедии? Тогда устраивались прослушивания для выпускников консерваторий. Я получил приложение от дирижера театра музыкальной комедии «Новосибирская». Он видел меня в работе «Не только любовь, щедрена», где я лихо играл роль Володи Гаврилина и сказал, что «А, давай-ка к нам». Как во всю вашу творческую жизнь закрался именно диплом инженера? Меня это очень поразило в вашей биографии. Вы знаете, я жил в прекрасное время для обычных жителей страны. Я родился-то в послевоенное время сразу. Это был такой подъем, когда очень престижно быть образованным человеком, получить инженерное образование. А еще и специальность. Мама говорила так, будешь петь, пой, но получи вначале вот такое базовое, хорошее образование. Это хороший урок для всех молодых актеров, которые хотели бы пойти по вашим стопам. Действительно, серьезное образование. Я считаю, да. Мозги надо развивать. Но она вам пригодилась в творческой среде? Вы знаете, вот способ анализировать, способ смотреть на вещи чуть-чуть выше, чем с высоты своей кровати. Это очень пригождается. Умение накапливать материал, умение его анализировать и делать из этого выводы, безусловно, очень здорово. После спектакля мы все обнимаемся, опять же, и говорим друг другу спасибо. Если даже мы слово спасибо не сказали, мы другими способами выражаем друг другу благодарность. Как я счастлив, что у нас вот это в театре все есть. Ой, как здорово. Александр Тимофеевич, я тоже хочу вас поблагодарить и сказать вам спасибо за заряд эмоций, за заряд такой энергетики. Может быть, вы тоже хотели бы пожелать что-то нашим телезрителям? Вот я хочу, чтобы все близкие, самые родные люди были рядом, здоровы и счастливы. Ну, а в качестве нюанса, украшающего жизнь, можно использовать приход в наш театр. Мы обещаем, что не подведем. И ваши близкие будут счастливы. А я напоминаю, что у нас в гостях был народный артист России, лауреат премии «Золотая маска» Александр Воскребенцев. А программа «Вместе» продолжается. Редактор субтитров А.Семкин